Субтитры сделал DimaTorzok Лаборатория Алхимика! Всех поздравляю! Старт все-таки дан! Сливу ресурсов и это очень хорошо, потому что у многих ребят ресурсов поднакопилось большое количество. Для тех, кто не знает, что такое слив ресурсов, кратко поясняю. В левой колонке вы можете обменивать свои игровые ресурсы, типа бустеров на золото, других бустеров самого золота, дней према аккаунта на вот эти вот колбочки. И за эти колбы забирать себе с правой стороны экрана определенные награды. Также вам необходимы будет для получения некоторых из наград вот такие вот золотые слитки. Эти золотые слитки вы получаете по одному за каждую победу и суммарно можете набить максимум 100 таких слитков. То бишь за отведенных 9 дней сделать 100 побед. Что могу сказать по поводу главной награды? Круто, классно, хорошо, особенно с учетом того, что это коллекционная восьмерка, которую можно либо за золото продать, либо на ней кататься и получать удовольствие. Машина неплохая и я бы сказал возможность получить ее, можно сказать, бесплатно, если не тратить золото, то довольно-таки неплохая идея. Что добавили? Добавили бустеры эликсира. Что это такое? Это бустеры, которые можно будет активировать, заходя в такие бои, как возрождение и гравитайзинг. И там получать себе дополнительные, вот эти вот капельки жизни, я их так называю. Короче говоря, это для тех ребят, которые играют в возрождении, либо в гравитайзинге. И кому нравится играть в этих режимах. Обычная карта. Многие заинтересовались этой картой, задались вопросом, что это такое. Все очень просто. Надо собирать эти карты, объединять их и получать себе легендарную карту. А за вот эту легендарную карту уже открывать в будущем подобном событии какой-то уникальный контейнер. Что в нем будет, никто не знает. Но есть один маленький нюанс, на который мало кто обратил внимание и сразу начал скупать эти карты. Дело в том, что легендарную карту вы не соберете с помощью обычных. Это как с бустерами, ребят. Есть разного уровня бустеры, то же самое и с карточкой. И посмотреть это можно вот в этом контейнере Deluxe, в котором мы переходим. Обратите внимание, есть обычная карточка. Есть карточка вот такая вот редкая. Потом вам необходимо собрать редких карточек. Какое-то пока неизвестное мне количество на то, чтобы открыть себе эпические карты. А вот эти эпические карты уже в определенном количестве объединить и получить себе легендарную карту. То есть то, что вы покупаете себе сразу там несколько этих карт серых, это не значит, что вы их объедините сразу в легендарные и в будущем, храняя это у себя в хранилище, сможете открыть какой-то там уникальный контейнер с чем-то внутри. Что там будет уникального, науке неизвестно, поживем увидим. Ну а главными наградами в контейнере Deluxe являются две восьмерки. Одна Цептор, вторая Астрон Рекс. Причем стоит отметить, что если вам выпадает Цептор, то вы получаете целых 10 тысяч голды компенсации. Это очень круто. И с таким же шансом вы можете забрать себе Астрон Рекса. Но здесь, ребят, всего полтора миллиона серебром. В целом, вот эти вот контейнеры Deluxe вообще ничем не отличаются, кроме добавления вот этих карточек, от тех контейнеров, которые были в прошлом сливе ресурсов. То есть новинки здесь абсолютно никакой, кроме этих карт. Ну и здесь частями можно собирать себе еще определенные машины. Т-26Е5. Есть части сертификата на ИСУ-122С. В отношении Т-34 экранированной, опять-таки, не удивлен, потому что в прошлых контейнерах он тоже был. И здесь же находится пулень. Стоит отметить, что вот эта тачка и вот эта тачка, это премиумные машины. Поэтому, получая талисман или сертификат, точнее, собирая на данные машины, вы не получите компенсацию голдой, если они у вас есть. Ну и, соответственно, продать их сможете за серебро. А вот Т-26Е5 и пудель, это танки, которые можно будет продать за золото. Ну и, соответственно, получить себе машину обратно, либо просто обналичить данные сертификаты и получить голду сразу без вот этого всего круговорота продажи и обналичивания. Теперь в отношении того, что еще здесь есть. Вниз, если опустимся, здесь у нас есть Матильда Блэк Принц, которую можно будет себе собрать за 3500 вот таких вот колб. Ну, в целом, неплохо. Неплохо, но если будете эту тачку продавать, то получите опять-таки серебро, потому что данная машина является премиумной машиной, а не коллекционкой. Ну, все остальное как бы не сильно интересно. Да, есть там внешние виды, есть легендарный внешний вид на самого Кейлера, есть атрибут ангара, 5 раз можно забрать себе, и фон профиля. Напишите, кстати, в комментариях, кто за фоном профиля гоняться будет, который стоит дороже, нежели Кейлер. 12000 колб плюс 5 побед. Обсудить обсудили, теперь предлагаю обменять все, что у меня ненужного есть, и немножечко пооткрывать контейнеры Deluxe. Мне не нужен Кейлер, хотя 3750 вроде бы и неплохо, но давайте все-таки остановимся конкретно на... Так, это это, свободка пусть пока будет, перезарядка, перезарядочка, обмениваем, не нужна она мне. Ну, а дней прем-аккаунта у меня, к сожалению, нет вообще, поэтому придется без них обходиться. Что в итоге я получаю обменяв свои 3540 колб? Мало. Ну, а на то, чтобы пооткрывать контейнеры, я думаю, будет более чем достаточно, чтобы просто посмотреть, падает из них что-то или нет. Первый контейнер, что у нас здесь? Ну, и вот, пожалуйста, обычная карта. Кстати, заодно сейчас посмотрим, давайте выйдем на секунду, посмотрим, сколько надо обычных карт собрать, для того, чтобы объединить их хотя бы в редкую. Где эти карточки? Вот они. Ну, слушайте, не так уж и много. Две карты необходимы для того, чтобы объединить в редкую. Скорее всего, там будет математика, либо две, либо три карточки. Ну, в общем, сейчас посмотрим. Ну что, поехали. Следующий контейнер. 420 колб. Слушайте, дороговато. Дороговато. 100 золота получаю. Тоже неплохо. Какая-никакая голдишка чисто на халяву за бустеры, которые мне, в принципе, не нужны были. Очень даже. Еще 100 золота и целых 5. 5 частей сертификата. Уже 70 собрал, с учетом того, что предыдущие у меня остались с предыдущего игрового события. Еще одна карточка и на ИСушку падают части. На редкую карточку уже хватает. Вопрос в том, дойду ли я... Ух ты, пудель. Вопрос в том, дойду ли я до вот этой вот легендарной карточки. Мне что-то кажется, что нет. 420. Ну, короче говоря, еще 2 контейнера могу открыть. И думаю, что на этом можно смело останавливаться. Ну, вот, в принципе, и все. Я свое потратил. 3000 с копейками. Танков, понятное дело, никаких не выбил. Не насобирал. Пару сотен голды упало в копилку. И, в принципе, ребят, на этом все. Больше ничего интересного не получил. Давайте ради интереса посмотрим, что там по этим карточкам. Самому интересно стало. Итак, получаю редкую карточку. Ну, и вот то, что я говорил, что для того, чтобы получить себе дальше вот эту эпическую карту, необходимо уже не 2 раза, ну, не 2 карточки иметь, а 3 карты и, соответственно, их объединять. А вот в отношении эпических остается вопрос открытым. Сколько их необходимо для того, чтобы получить все-таки эту легендарную карту. В целом, для тех игроков, у которых особо ничего нет, то событие довольно неплохое. Можно забрать себе Матильду Блэк Принт за ненужное что-то. Может быть, соберете себе какие-нибудь танчики из контейнеров. Ну, а кто-то заберет себе Келлера, если не имеет его в хранилище. Ну, точнее, не в хранилище, а в ангаре. Мое мнение такое. Лучше бы я дособирал еще там 3000, сколько мне там надо было, и взял себе Келлера, получив компенсацию 3750. По голде так гораздо выгодней. Может быть, я это еще сделаю, если раздобуду где-то дополнительных бустеров или все-таки психану и потрачу немножко свободки, но это будет уже опосля. Всем желаю хорошенько затариться в этой лаборатории алхимика, если вам что-то здесь надо. Ну, а от себя лично желаю мира, друзья мои, и обязательно спокойствия. Всем пока-пока.